здравствуйте дорогие радиослушатели в эфире программа политинформания радиостанции народная волна чикаго самая популярная радиостанция на среднем западе сша ее ведущие эдуард брумер мы сегодня должны были общаться с белорусским дипломатом бывшим послом словацкой республики игорем александр чем лещений мы пытаемся с ним связаться поэтому на это нужно время и потом мы значит как только нам получится связаться мы на него переключимся сегодня мы пока поговорим о том что будет через неделю в нашей стране через неделю будет официальный самый большой громкий день в америке может быть даже самые за всю историю америки самые ну не знаю наверное ответственный день для граждан нашей страны баллотируется президенты переизбирается президента дональд трамп и баллотируется президенты джо байден давайте мы поговорим пока о том у кого какие есть шансы не в зависимости от того какие у вас предпочтения независимости от того кого бы вы хотели видеть в белом доме давайте просто проанализируем ситуацию что будет если вдруг на выборах во что я конечно не верю выиграет джо байден какие проблемы могут быть у америки и как бы что будет если дональд трамп переизберется я хотел бы услышать ваше мнение по этому поводу и было бы интересно по этому поводу естественно поразмышлять но в первую очередь хотел бы узнать переизберется ли на ваш взгляд дональд трамп какие у него есть шансы наш телефон 847 4 2 0 5 2 2 0 пока у нас значит будут звонки я выскажу свое мнение я считаю что я в этом уверен и я считаю что дональд трамп переизберется на следующий президентский срок я считаю что для америки это будет благо это будет правильно потому что наша страна должна идти вперед потому что то что привносит джо байден вместе со своей со своим избранным как бы вице-президентом назначенным избранным который идет с ним в связке кабалы харрис это социалистические идеи которые нашу страну могут привести на край пропасти америка и так имеет много различных проблем и эти проблемы нужно решать и я считаю что решать их должен именно дональд трамп человек который очень профессиональный человек твердых взглядов человек который знает что он делает у у человека у которого хорошая профессиональная команда я имею ввиду в первую очередь это майк помпео министр иностранных дел госсекретарь вот и а стив внучин министр финансов я не говорю про других министров я считаю что вот эти два министра это таких два основных человека которые являются очень профессиональными и делают свою работу на все сто процентов еще раз наш телефон 847 четыре два нуля пять два два нуля а джо байден что это за человек есть звонок тогда примем звонок мы вас слушаем говорите пожалуйста здравствуйте уважаемый эдуард я с вами согласна что реальности в реальности конечно вы выиграет трамп и республиканцы но у нас есть еще а как бы это сказать виртуальная реальность это то что создают фальсифицируют наши левые противники и поэтому для того чтобы трамп выиграл не только в реальности но и на бумаге нужно чтобы были люди которые контролируют выборы не только на избирательных участках консолидируют там где их так сказать подсчитывают уже суммируют и вот как бы это сделать я не знаю может кто-то имеет доступ к нашим республиканским кандидатам потому что от них много зависит они могут как бы официально направить своих представителей туда вы считаете я прошу прощения вы считаете что фальсификации на выборах особенно за счет этой почтовой почтовое голосование это будет что-то невероятное поэтому куда приходят эти почтовые отправление все это это должны быть люди которые реально заинтересованы что все было почти посчитано честно вот и если это не будет я не знаю чем это все закончится закончится это тем что дональд трамп станет президентом сша ну по поводу фальсификации наверно есть основания для для этих рассуждений вот могу вам при привести цитату собственно самого байдена если хотите цитата вот или попробую дать вам послушать как он поэтому что он по этому поводу сказал если получится сейчас продемонстрирую нет не получится на цитата звучит примерно так мы создали я думаю самую большую инклюзивную организацию по мошенничеству на выборах в истории американской политики это это сказал байден это видео есть вы можете его найти посмотреть так что так что есть основания беспокоиться по поводу фальсификации выборов в нью-йорке выборы начались люди пришли на избирательные участки причем на те избирательные участки как говорят свидетели где в основном живут люди которые бы проголосовали за республиканцев и оказалось что все машины не работают людям предложили вручную заполнить бюллетени и бросить какую-то коробку дескать мы потом их учтем вот вот то с чего начались выборы в нью-йорке следующий звонок у нас есть мы вас лучшим говорите пожалуйста здравствуйте я насчет выборов хотел сказать и я уверен что трамп выиграет я уверен что он будет президентом но вот эти четыре года они пролетят как предыдущие а что нам делать дальше после трампа для того чтобы страна восстановилась потому что это зараза под названием демократы они настроены так что и а вот после президента трампа вот это подготовка будет кандидата чтобы люди могли продолжить путь республиканцев восстановить америку смотрите а после президента трампа у республиканцев есть очень хорошие кандидаты очень подготовленные и довольно консервативные я их назову несколько человек которые могли бы после трампа претендовать на этот пост это в первую очередь ники хейли все ее знают она человек консервативный она очень хорошо себя проявила в оон как представитель сша это тот же майк помпео который сегодня является госсекретарем а сша и конечно же наш вице-президент майк пенс то есть вот эти вот а люди как я думаю они сегодня в принципе настолько выделяется среди всех там могут появиться еще к на кандидаты которых мы пока может быть не знаем но они могут появиться но я считаю что вот эти вот именно люди они могли бы претендовать на должность президента и в принципе проводить политику ту которую дональд трамп сейчас проводит так что я думаю что у республиканцев не будет проблем с кандидатами и как говорится чтобы единственная большая проблема которую я вижу у нас есть соединение сейчас я прошу прощения пока нет хорошо мы тогда беседуем дальше а единственная большая проблема которую я вижу это в данном случае это то что республиканская партия на сегодняшний день не так консолидирована в отношении своего кандидата дональда трампа как обычно бывает демократическая партия в отношении от своего кандидата да я прошу прощения мы сейчас соединяемся с бывшим послом спасибо вам спасибо спасибо вам алё игорь александрович здравствуйте я вас еще раз представлю извините что у нас так со связью немножко задержалась для наших кандидат для наших радиослушателей я хочу сказать игорь александр что вы мы с вами беседуем меня зовут эдуард румер я представляю программу политинформа не это радио русскоязычное радио в чикаго а для наших радиослушателей я хочу представить игоря дипломата белорусского дипломата игоря александровича лещению он бывший посол словацкой республики и в государстве израиль игорь александрович здравствуйте спасибо игорь александрович чикаго довольно большая русскоязычная община и представители этой общины очень много из белоруссии и в большей степени даже из минска игорь александрович давайте мы немножко расскажем нашим радиослушателям что в данный момент происходит в минске в частности в минске и в белоруссии естественно а после того как бывший кандидат президента и светлана тихановская объявила о всенародной стачке как вы это видите что происходит сегодня если бы точат точно в белоруссии то что называют 80 день протестов и действительно воскресенье воскресенье было срок то что называется народный ультиматум ультиматум светланы тихановской по итогам которого была обещана общенациональная стачка дело в том что сами действия тихановской они очень интересны тем что это наверное впервые когда на те люди те политики которые пытаются стать лидерами протестов стали идти впереди протестов потому что на самом деле к сожалению ситуация за два месяца не изменилась то что происходит в белоруссии это это действительно народное движение движение без явных лидеров и сейчас светлана тихановская пошла на риск чтобы действительно что-то организовать но с одной стороны она так и должна действовать нет нет другой логики что получилось я думаю что на самом деле организаторы понимали что цели более скромные то есть была задача как то как я то вижу как то подбодрить тот протестные те протестные пятьсот семьсот тысяч которые в лучшие дни выходили на улице по всей стране в воскресенье наверное удалось повысить градус протестов то есть может он протесты не вернулись на уровень девятого двенадцатого августа но наверняка это был уровень грубо говоря первого второго сентября когда двести тысяч выходила то есть конечно вот сейчас вышло больше чем выходила последние два месяца с учетом усталости естественно людей от выхода на улицу с учетом погоды что касается стачки то здесь вопрос сложный стачка объявлена бессрочной то есть имеется ввиду что она будет нарастать но специфика ситуации в том что это тоже наверное такой способ как-то вдохнуть жизнь в стачечное движение потому что ни один из тех лидеров стачечного движения из лидеров свободных профсоюзов которые давно уже в этом бизнесе скажем так не видел предпосылок для массовой стачки их никто не видит вчера сегодня кто-то где-то восставал проблема в том что данные очень не точны правительство бодро заявляет что стачки не было где-то приходят данные что на азоте это очень большой комбинат по производству азот где-то был где-то про железные дороги где-то про единичных рабочих то есть здесь конечно это большой риск и определенные и определенные авантюры потому что да с одной стороны это раскачка ситуации но дай бог но лидеры стачечного движения говорят что точнее рабочего движения независимых профсоюзов говорят что и 12 августа они не видели предпосылок для общенациональной стачки то есть здесь результат этого дела будет зависеть от того насколько удастся раскрутить ситуацию во первых а во вторых насколько Тихановская и фонды солидарности не бросят в беде тех рабочих которые пытались выходить и которых за это естественно выбрасывают за ворота предприятия то есть стачка это вопрос большой вопрос и самое важное что если бы общенациональная стачка удалась это был бы самый серьезный аргумент власти говорить с протестующими потому что мы видели всего один раз когда голос власти изменился это когда рабочие вышли на работу 10 11 августа и увидели что избили там какого-то коллегу который возвращался просто домой когда всех массово избивали на улицах ОМОНовцы и непонятные люди как космонавты как мы их называем но они позже появились поэтому это самое эффективное тогда голос власти изменился как только она поняла что стачного движения единого не будет и по одному все эти стачкомы можно разгромить ситуация опять вошла в свое русло вот так выглядит ситуация сейчас вы человек вы дипломат профессиональный много лет проработали послом в разных государствах мы потом вернемся к этому вопросу помните знаменитое выражение поэтом может и не быть но гражданином быть обязан можно ли слово поэт заменить на дипломат и что для вас имеет понятие вот это вот гражданин почему я спрашиваю во-первых у вас вы хотите вы организовываете общественное движение я гражданин почему да вы человек вот с таким как сказать опытом да вдруг будем так говорить чиновник который мог бы совершенно спокойно работать на своем месте и вдруг у вас вот это вот активность такая выразилась почему вдруг на вас это произвело впечатление то что произошло в конце августа точнее в начале августа даже ну конечно наверное что-то накипело за последние семнадцать двадцать лет свое время действительно я был самым молодым начальником управления самым молодым послом и даже самым молодым помощником президента когда еще элита не сгруппировалась и нужны были самоотверженные умные люди было определенное как бы разочарование системой когда я видел так называемых доверенных лиц серых кардиналов видел их реальный уровень видел их реальные интересы и конечно видел многочисленные как бы сказать проблемы системы но другое дело что их можно видеть когда ты понимаешь что в любом случае больше половины населения точно поддерживает первое лицо и когда есть какая-то позитивная динамика которую я как посолу могу ну грубо говоря продавать на внешнее потребление вот здесь то есть конечно если говорить профессионалы гражданин наверное у меня бы хватило искусства продавать то что мне официально вот слали по событиям 9 августа хотя здесь уже речь идет об большей частью лжи потому что как работает дипломат есть в своей стране плохое то есть есть позитив и есть негатив но у дипломата с собеседником должны быть какие-то общие координаты вот мы договорились вот это белое и это белое вот здесь у нас с вами понимание а дальше мы начинаем убеждать что и вот это серое не такое уж и серое это на белое похоже то есть если грубо должны быть точки соприкосновения общее понимание чего-то в данном случае но таких точек не было и самое главное я уже видел что страна разогрета я видел это видели все и в данном случае я понимал что выборы они будут сложные у меня в Братиславе был избирательный участок и хотя я не был ни членом избирательной комиссии ни председателем но у нас система поставлена так что кроме с комиссией еще есть некие документы которые отчетные где посол заверяет подпись что было так то есть намек что ты ответственен за результат мне было очевидно что и так оно произошло везде за границей и произошло в Беларуси что придут на выборы множество белорусов которые до этого были скажем так спящими мы о них не знали они не обязаны были все у нас вставать на учет и я понимал что будет протест на голосование то есть я у меня был свой кодекс чести как человек назначенный Лукашенко на свою должность я считал что я обязан проголосовать за него независимо от того нравится он или нет и я сделал это и как гражданин я считал что я не должен фальсифицировать выборы на участке посольстве и я сделал это и у меня было какое-то время гармония а потом естественно я стал смотреть что я должен говорить на внешнее потребление я посол может быть эмоциональным человеком но не может быть эмоциональным послом конечно я изучал все факты я смотрел официальную информацию смотрел то что было в мировых СМИ наконец я говорил со знакомыми то есть мне было совершенно неубедительно то что мне давали из Минска и я считал что в данном случае нарушены не только народственные моральные конституции и множества законов республики беларусь то есть это был тот случай когда он через дипломата И с учетом своего реального, а не придворного веса в белорусской дипломатии, я был самый старый посол по стажу, по рангу, самоопытный. Я был единственным, кто работал еще в советском МИДе. Я имею в виду не МИД БССР, а МИД ССР в Москве. И даже успел и российским дипломатом побывать. Поэтому я решил, что во мне это накипело. И после того, как мы с женой психологически пережили, прокрутили в голове все возможные последствия, все страхи и осознали, что я иду в никуда. Никуда я, кстати, и ушел, там нахожусь. Естественно, я без работы. Я решил выступить с заявлением. Так я оказался выброшен в политическую жизнь. И получилось так, что действительно я выступил с инициативой. Я понимаю, что один человек движение создать не может. Но почему эта инициатива нужна? Понимаете, проблему можно решить, если ее правильно называешь. У нас проблему не все правильно называют. Я имею в виду отчаянных революционеров. На самом деле есть очень большое молчаливое протестное большинство. Есть много неопределившихся. Есть много тех, кто... Ну, не явных немного, но есть достаточно серьезное количество тех, кто поддерживает Лукашенко. Смысл в чем? Потерян некий консенсус, который объединял людей 9-12 августа. Вот когда все вышли, мы против насилия, против мордобоя, против фальсификации. А дальше пошло разъединение. Появились конституционные советы. Я знаю людей, которые за то, что пошел Лукашенко, но которые подозрительно на него смотрят. И ведь голосовали-то не столько за ту Тихановскую, хотя она молодец, она сыграла роль символа, сколько против Лукашенко. То есть на третьем месяце протестов для Беларуси, для беларусов не хватает какой-то позитивной цели. На третьем месяце протестов они не могут быть только протестом против кого-то и против чего-то. Должна быть попытка использовать легальную нишу, как одно из средств донести позицию людей, как одно из средств для людей реализовать себя там, где может быть не очень опасно. И должен быть кто-то, кто должен попытаться сказать людям не только против чего их ведут, но и куда их ведут, за что. Что есть базовые вещи, что будет сохранено то позитивное, что есть, а есть какие-то позитивы эпохи Лукашенко. И к этому добавлены элементарные права и свободы. То есть я, если подытожить, все то, что сейчас происходит, я рассматриваю как средство принуждения Лукашенко власти к диалогу с людьми, к тому, чтобы людей слушали и слышали на их условиях. Попытки забастовок и стачек, мирные демонстрации, те же самые действия белорусских киберпартизанов. Это одни из направлений такого вот воздействия. И, конечно, есть легальная ниша, попытка создать что-то легальное, где я мог бы собрать действительно знаковых людей. В Координационном совете их практически нет. Ну, Алексеевич, это все хорошо, но я не думаю, что все рабочие читали книги Алексея Ильича. И чтобы с ними действительно можно было разговаривать. То есть на определенном этапе я не исключаю, что такое движение, если будет создано, оно может стать какой-то идеологовой площадкой. В конце концов, я дипломат. И у меня как бы подкорка головного мозга работает на то, и я точно знаю, что любой конфликт рано или поздно должен закончиться переговорами. Иначе это действительно кровавый конфликт будет в Беларуси. А переговоры ведутся не с друзьями, а мягко скажем так, с оппонентами. А переговоры успешны тогда, когда обе стороны будут идти навстречу друг другу. Трудно в это поверить, знаю Лукашенко, трудно. Но когда все комплексы, все факторы влияния будут действовать, я не исключаю, что так и будет. Игорь Александрович, вот вы сейчас сказали такую фразу, зная Лукашенко. Я специально не называю Александра Лукашенко президентом. Это моя принципиальная позиция. Скажите, что собой представляет, как человек Александр Лукашенко, то, каким он был президентом, и то, что он вытворяет сейчас, мы это все видим. И самое интересное, откуда такая жестокость, садистская жестокость в отношении своего народа? Вот как человек, что он собой представляет? Ну, знаете, конечно, я четыре с половиной года был одним из его помощников. Это так. Другое дело, что пирамида, она настолько, скажем так, большая. То есть лично, при нынешней системе власти, лично на президента, выходит столько, и ответственны перед ним столько много людей, и плюс у меня, конечно, были еще какие-то промежуточные начать. То есть у меня что было? У меня было право, если я хотел поссориться с парой-тройкой крупных людей, ссорился, и я был с ними не согласен, у меня было право ему напрямую писать те вещи, что я думал. Конечно, я участвовал в каких-то совещаниях узкого круга, не очень, более, наверное, считанные разы общения один на один за четыре с половиной года, представьте себе. Но что я могу сказать? На самом деле, как политик, он достаточно открыт. И еще первые профессиональные оппозиционеры, которые появились у нас чуть ли не сразу после президентства, то есть те, кто был, я имею в виду новые оппозиционеры, люди, которые побыли во власти и сразу по разным причинам ее покидали. Кто в знак протеста, кто со скандалом, по-всякому. А они уже тогда говорили, что все очень просто, его надо внимательно слушать. То есть, как ни странно, как политик, он достаточно искренен. Надо просто слушать то, что он говорит. То есть, здесь вопрос в том, что действительно он сросся с властью, для него быть у власти это как дышать. Он не может себе представить жизнь вне власти. И я думаю, что он достаточно искренне считает, что без него или без того человека, которого он когда-нибудь оставит преемником, Беларусь просто как государство потеряется, как государство перестанет существовать, будет разграблена и прочее, прочее. То есть, это действительно вера в свое особое предназначение. То есть, всякий протест он воспринимает как личную угрозу самому себе. Ну и не говоря о том, что сделали законодательством за последние 26 лет, когда президент стоит над всеми ветвями власти. И действительно, такой обратный подбор кадров, своеобразная обратная селекция, когда в определенных структурах подбирались люди, у которых в голове был президент превыше всего, любой приказ выше закона за президент. То есть, такая реальная ситуация. Игорь Александрович, мы сейчас уйдем на короткую рекламную паузу. Вы не отключайтесь, мы продолжим наш разговор. Спасибо. Спасибо. Дорогие радиослушатели, мы возвращаемся в программу Политинформания. Радиостанция «Народная волна Чикаго». Самая популярная радиостанция на Среднем Западе США. Ее ведущий Эдуард Брумер. Сегодня мы беседуем с белорусским дипломатом, бывшим послом Словацкой Республики, в государстве Израиль, Игорем Лещений. Игорь Александрович... Да, да, я здесь. Да. Игорь Александрович, вы много лет проработали под руководством Владимира Маке, министра иностранных дел Беларуси. Надо сказать, с моей точки зрения, что он оказался человеком, талантливым дипломатом, потому что ему удалось то, что, может быть, не удавалось Сергею Мартынову. В том плане, что все-таки в Минск приехал госсекретарь США Майк Помпео, и что-то начало налаживаться. Можно ли сказать, что все, что делал Владимир Макей, оказалось, как бы это выразится покультурней, провалом в его дипломатическом действии? Потому что то, что сейчас происходит... И еще следующий вопрос, чтобы, как говорится, уже вы могли ответить на два вопроса. Что происходит с Владимиром Макеем? Потому что есть очень много... Он в последнее время не появляется, ничего не высказывает, его нигде нету. Есть много разных слухов и домыслов, но я не хотел бы их комментировать. На ваш взгляд? Ну, во-первых, не совсем понятно, почему вдруг все решили, что Владимир Макей большой демократ, что полковник Гру Макей большой демократ. Я даже знаю, откуда. Об этом впервые сказал независимый СМИ полковник КГБ Урал Латыпов. Полковник спецслужб, полковнику спецслужб глаз не выклюет, если только перевербует. Что, видимо, и произошло. Но это из области черного полуюмора. На самом деле, Владимир Макей, он больше известен как очень доверенный помощник Лукашенко, один из помощников, как глава его администрации. Только после этого, как министр иностранных дел. То есть, если так можно сказать, он один из символов системы, один из тех, кто за последние 20 лет напрямую причастен к тому, во что эта система превратилась, как она эволюционировала. Может быть, именно потому, что он сам, он свой, ему действительно как бы много удалось с точки зрения улучшения отношений с Западом. Но если посмотреть, то удалось не столько Макею, сколько обстоятельствам. Ведь, может быть, ситуация была бы по-другому, если бы не было беда в соседней Украине, и если бы Беларусь, кстати, не оказалась этой самой переговорной площадкой, например. Что касается Помпео, то это уже визита Помпео, то это и визита других представителей Госдепартамента США и аналитики. Да, это была работа, работа МИДа, работа под руководством Макея, несомненно. Но, с другой стороны, это уже происходило в таком проложенном русле, проложенном фарматоре, плюс, конечно, точно так же, как нельзя было политически не воспользоваться шансом, который появился, чтобы стать площадкой для преодоления кризиса в Украине, для переговоров, для попыток преодоления. Конечно, грех было не воспользоваться, скажем так, неординарным подходом ко всем событиям администрации Трампа, то есть Трамп действительно очень, скажем так, интересный, уникальный политик, у него отход от всех возможных штампов, у него своя логика бизнесмена, будь то Беларусь, будь то Палестино-израильское урегулирование, вот. Поэтому здесь просто совпало ряд факторов. Насколько я понимаю, Владимир Владимирович работает, он никуда не увольнялся, он проводит беседы, там, телефоны с тем, с кем может проводить. Он руководит МИДом. Другое дело, что, я не знаю, чисто технически, там, не технически, а по-домашему, что-то было объявлено, что он дома немножко сидит на самоизоляции, в связи с тем, что коронавирусом заболела его супруга. Прошла такая информация. Но он работает, то есть, он, короче говоря, он один из авторов того, во что превратилась Беларусь. Поэтому, если кого-то и удивило, и кто-то и ждал, что сейчас он сделает красивый шаг и все это осудит, то я точно не был в числе тех, у кого были такие ожидания. Игорь Александрович, персональные санкции в отношении белорусских чиновников, отъезд дипломатов, может ли, я имею в виду персональные санкции в отношении Лукашенко, естественно, может ли это сработать на руку оппозиции, может ли это как-то подействовать на сам чиновничий класс в Беларуси? — Честно говоря, было столько много версий санкций от разных европейских институтов, но, может, я что-то упустил. Но, если я правильно понимаю, то против Лукашенко-то и макия санкций никто еще не вел. Может, я уже забегался по своим политическим вопросам внутренним. И в этом была специфика ситуации, что за события менее зловещие, скажем так, 15 лет назад, 16 лет назад были санкции против президента и против ближайшего окружения, и против министра иностранных дел Хвостов, по-моему, потом Мартынов, в какое-то время были спасатели. То есть это, видимо, результат, вот все-таки остался той работы, которую вел в том числе и Макинь, что если вы нас будете с санкциями давить, то чем вы больше на нас давите, тем восточнее мы уйдем и потеряем свой суверенитет. Там были такие мотивы, насколько я понимаю, в тех вещах, которые говорились к западу от Минска. К востоку от Минска говорилось, наверное, другое. Вот у нас общая граница, и враг не проползет под Брестом, и натовская пуля, и натовский шпион не пройдет. То есть вот такая была многовекторная политика. Игорь Александрович, насколько влияние ваших соседей, я имею в виду Латвии, Литвы и Польши, существенно на то, что сейчас в Белоруссии происходит, в Белоруссии происходит? Как вы считаете, есть ли какое-то с их стороны, не то чтобы давление, а какая-то, может быть, даже помощь, оппозиции, белорусской оппозиции? Ну, здесь действительно получилось, если начнем, давайте, с оппозиции. То есть, если говорить, собственно, о Белоруссии, может быть, я неожиданно зайду так немножко издалека, то практически по центру Белоруссии, по центру Украины, кстати, проходит виртуальная граница между западноевропейской и восточноевропейской субцивилизациями. То есть, этим все сказано. То есть, мы на стыке. Да, и поэтому Белорусь, как и Украина, она всегда такой приз в борьбе за влияние между Россией и между Евросоюзами. Я всегда говорил, как посол, что наша специфика в том, что если мы возьмем время, когда вот белорусы стали себя осознавать, как какой-то особой национальной идентичностью, называя себя Литвинами, Тутейшами, белорусы, это потом нам уже, братья, как бы это слово узаконили, то половина нашей истории, первая половина, мы 100% Запад Европы, вторая половина, мы 100% Восток Европы. Поэтому вот то, что Тихановская и несколько руководителей Координационного совета оказались в Польше, в Литве, власть таким образом очень красиво их вписала, то есть, они стали частью вот этого противостояния между Евросоюзом и Россией за влияние на Беларусь. Конечно, Польша, Литва, они действительно, как мы видим, активно привечают, встречают тех, кто вынужден покинуть Беларусь, и они создают условия для Тихановской, для работы Координационного совета. То есть, это есть, и это, конечно, используется, наверное, как свидетельство того, что Евросоюз вмешивается в наши дела. Но здесь, конечно, своя история. Польша, Литва, они считают, что они не могут быть безучастными. У всех своя, ну, не мифология, но свои исторические какие-то обоснования для всего этого. То есть, ну, в данном случае, да, они, можно сказать, что они активно помогают белорусской оппозиции, которая сейчас оказалась за пределами страны. Игорь Александрович, у нас остается не так много времени, может быть, еще минуты 4-5, поэтому у меня много вопросов, но я выберу главные, чтобы вам их задать, и вы попробуйте, может быть, чуть-чуть покороче ответить на них, более емко. Влияние России на те события, которые происходят в Беларуси, насколько они являются важными, насколько Владимир Путин понимает, на ваш взгляд, что вообще в Беларуси происходит, и каково его влияние лично на Лукашенко? Для России заинтересовано в том, чтобы в Беларуси было предсказуемое и пользующееся поддержкой народа руководство, которое могло бы сохранить, как минимум сохранить, нынешний уровень отношений. Россия пока не видит никого, кроме Лукашенко, поддержана Лукашенко не от хорошей жизни. Россия пытается дистанцироваться от возможных грубых действий силовиков. Был ряд таких намеков в очень дружественных заявлениях. То есть Россия не от хорошей жизни. Но самое главное, Россия должна понять, что любой демократически избранный президент Беларуси будет вынужден строить особые отношения с этой самой Россией. Такова природа многоуровневых связей. Другое дело, что эти особые отношения будут отличаться от отношений Лукашенко. Игорь Александрович, еще такой вопрос очень интересный. Вы много лет, 6 лет, это то, что я в Википедии вычитал, были послом в государстве Израиль. Ваши впечатления об этом государстве? И, ну, расскажите немножко, как вы работали? То есть, покороче, у нас, к сожалению, вот остается... Я понял. И до сих пор Израиль это самая яркая часть моей жизни. У меня там осталось много друзей. Израиль мне очень подходит по человеческому темпераменту. Вот эти знаменитые шутки юмора, это ключ к расположению израильтян. Ради вашей шутки вас внешнюю политику не изменит, но в пределах возможного. То есть, Израиль это повод для больших мемуар. Я специально сочинял тосты, выражения. На пятом году меня в русском Израиле цитировали со словами «У нас в Израиле так говорят». Я обижался. Это я у вас в Израиле так говорю. Поэтому это очень теплое воспоминание. Еще раз, это самый яркий и, наверное, где-то самый счастливый этап моей жизни на данный момент. Игорь Александрович, в конце передачи. Какой бы самый главный совет вы дали Александру Лукашенко сегодня? Самый главный совет это все-таки не усугублять ситуацию. Потому что власть заняла жесткую позицию. Его видение это признак силы. Если уж рисовать голоса, то 80%. Если уж пренебрегать протестующими, то все они проститутки, наркоманы и безработные. То есть, реально смотреть на жизни и стараться уйти побыстрее и насколько возможно достойно. Но для этого надо с народом говорить. Для этого надо идти на компромиссы. Иначе стенка на стенку, конфронтация добров не кончится, просто экономика сдуется через несколько месяцев. Вот и все. Игорь Александрович, большое спасибо вам за это интервью. Огромное спасибо все-таки у вас позднее время и мы очень были рады с вами побеседовать. Мы надеемся, что мы еще раз с вами встретимся в нашем прямом эфире. Лично я хочу пожелать вам здоровья, терпения и чтобы все было у вас замечательно и, естественно, чтобы у белорусского народа все получилось. Большое вам спасибо. Спасибо вам. Будем держаться. Спасибо. Спасибо всем, кто слушал. Спасибо. До свидания. До свидания.